Резюме. Поняв в 90-е годы, что, будучи оккупированной страной, они не смогут перехватить знамя лидерства у США экономическими методами, власти и элиты Японии решили затаиться. В ожидании ослабления мирового гегемона демонстрировалось искусственное ограничение развития и роста на фоне видимости полного подчинения и очень осторожного запуска проектов возрождения мощи. В результате чего распад глобального мира Япония встречает во всеоружии и максимально подготовленный и настроенный на новую экспансию. Для защиты от глобального мира японцы создали громадный пласт квазинаучных работ, намеренно искажающих развитие и состояние их общества, по видимости, соответствующим западным или атлантическим лекалам. В других культурах подобные обычно приписываются неквалифицированным внешним исследователям. Японцы же, будучи до сих пор оккупированной страной, сами создают в промышленных масштабах подобные интеллектуальные подделки и сопровождающий их шум. В долгосрочном плане они просчитались лишь в одном – Китай набрал слишком много сил, США будут до последнего присутствовать в регионе для сдерживания. И лишь после этого на ту же задачу окажется возможным направить большую часть резервов из сил Японии. Будь же Китай слабее, Япония имела бы все шансы вырваться из-под оккупации и опеки одной из первых, сформировав в 30-х годах свой пан-регион. России необходимо примерно к 27-му году подготовить Дальний Восток к потенциальному противостоянию. Исходя из текущих трендов, пока больше шансов на то, что это не потребуется. Но лишним оно точно не будет. С одной стороны, поумерит у противника, с другой, в перспективе России все равно нужно будет осваивать дальние земли. А в 2040-х годах Тихий океан неизбежно станет центром, основным местом противоречий, противостояния в мире. И да, нейтральные, равные отношения с Японией в 30-е годы маловероятны, слишком велики ее амбиции и сильные внешние ограничения развития или экспансии. Остается только союз или вражда. Спасибо, что дослушали статью до конца. Пишите ваши комментарии, ставьте лайк. Желаю вам всего хорошего.